Он привыкает к нашему воспитателю как к маме. Ко второй маме. А это он будет каждый день приходить и привыкать к новой маме. Сколько у него будет мам? Он просто будет такое истощение нервное испытывать. Не допустить сокращения воспитателей и закрытия детских кружков и секций. Обеспечить качественное питание в садах и школах. Увеличить зарплаты педагогам. Вот основные требования, с которыми родители вышли на митинг. Еще никогда в Оренбурге так бурно не обсуждали проблемы образования. Сокращения нет, значит все хорошо. А когда задаешь прямые вопросы про дежурные группы, будут ли они отменены, это все умалчивается. У меня в ясельке ребенок пойдет в следующем году. Он за день поменяет минимум 4 воспитателя. Это как на него может отразиться? Моя основная просьба, чтобы повысили заработную плату воспитателям. Весь день работают под серьезными психологическими нагрузками. Их работа требует ответственности, требует собранности. 13-15 тысяч. Это люди с высшим образованием? Это высшее образование, воспитатель первой категории. Если будет продолжаться действие управления образованием в том же русле, в котором оно сейчас идет, то с каждым днем опять же в наши ряды будут вступать. Люди не понимают, что это очень тяжелые проблемы. Это важные проблемы. Это проблема, которая нам же потом это все отразится. Потому что наши дети, это наше будущее. По неофициальным данным, в митинге приняли участие более 250 оренбуржцев. Ожидали почти тысячу. Организаторы связывают это с тем, что именно 3 августа во всех детских садах города решили провести праздники. Вечерние и с обязательным участием родителей. Во всех детских садах, да. Причем в вечернее время. Нет, ничем не объясняли. Просто сказали. Спортивное мероприятие. Первый раз за 4 года. И в вечернее время. Где? Где управление образования, которые говорят, следствуют массовой информации, что они готовы общаться с родительской общественностью. Где они? В управлении образования о вопросах родителей и о предстоящем митинге знали. И свою позицию высказали за несколько дней до него. Нам удалось пообщаться с Ниной Гордеевой. У нас 33 тысячи воспитанников в детских садах. На каждого воспитанника по полтора родители. Ну, приблизительно дедушки и бабушки. Та, что идет переписка в социальных сетях, это максимум 40 человек. Управление образования знает о митинге. Управление образования не будет принимать участие в митинге, потому что мы не инициаторы этого митинга. Люди хотят высказать свое мнение. Пускай высказывают. Инициативная группа, они считают, что в системе образования города Оренбурга есть проблемы. Мы на сегодняшний день стабильно работающая система, дающая положительные результаты. И основная часть получателей наших услуг нашими услугами довольна. Следует напомнить, что предметом бурных обсуждений и даже скандалов детские сады города стали чуть больше месяца назад, в конце июня. Тогда стало известно, что время работы учреждений уменьшат на полтора часа. Кроме того, в Управлении образования города сообщили, что воспитателей слишком много и нужно сократить 90 человек. Люди связали такое решение с реализацией майских указов президента России, согласно которым к 2018 году зарплаты бюджетников должны вырасти. Уволив часть воспитателей, другим педагогам за счет этого удалось бы повысить оплату труда. Однако родители Оренбурга с такой оптимизацией мириться отказались. На канцтовары и так далее, изолюции нет средств. Этой экономии бюджета недостаточно, вам еще нужно сокращать воспитателей. Мы с вами не должны быть, почему так? Я согласна с вами, большое вам спасибо, что вы помогаете жить детским садам. Зарплата воспитателей – это бюджет с субвенцией, приобретение – это муниципальные. Так что все деньги, которые вы говорите, что недостатка шлина, эти можно тратить только на зарплату. Собрание родителей и начальника управления образования города не решило конфликт, а только наоборот подогрела активность протестующих. В группе несогласных с новой политикой мэрии в социальных сетях присоединилось более полутора тысяч человек. Утихать конфликт начал только через месяц, когда в ситуацию с детскими садами вмешался глава региона. Мы получили поручение от губернатора не допускать сокращения воспитателей в детском саду. А график работы, дежурные группы? У нас четкое поручение губернатора не допускать сокращения в детском саду. Казалось бы, после отмены мер так тревожащих родителей конфликт должен был утихнуть. Однако нет. Люди разделились на тех, кого успокоило заявление об отмене сокращений, и тех, кто собирается воевать дальше за усовершенствование системы образования. Все осталось как есть. В нашем саду конкретно, в других садах, к сожалению, я не интересуюсь. У меня двое детей, один маленький. Но самое главное, что остается все по-прежнему. Я думаю, к этому надо спокойно относиться. Мы работаем спокойно, в штатном режиме. У нас никаких сокращений нет. По факту, по телевизору Гордеева говорит, что сокращений не будет до Нового года. Ничего не будет. Но не факт, что 7 января люди придут и не получат новые уведомления. Сокращения не будет. Не сейчас, не к Новому году, как написали в социальных сетях, не в дальнейшем. Оренбург не первый город, где власть попыталась преобразовать работу детских садов таким способом. Три года назад оптимизация коснулась Орска и Новотроицка. Любовь Иванова застала это время в Орске на должности воспитателя. Всей душой, как говорится, работала, на износ работала, добросовестно работала. И я хочу работать, я люблю свою работу. Но, когда человек работает с утра до вечера по 12 часов, очень тяжело. Вы понимаете? Таким образом человек просто изнашивает себя. И уже не то, что идешь с неохотой на работу, а ты просто не хочешь туда идти, потому что ты устал, потому что нет сил. В отмене решения об оптимизации немалую роль сыграла активность общества. Жители Новотроицка, которые уже третий год наблюдают работу своих детских садов в обновленном режиме, воодушевились примером оренбуржцев и теперь также подписывают петицию и собираются выйти на митинг. Люди требуют, чтобы их детские сады заработали, как в прежние времена. На данный момент в группе, состоящей в среднем из 25-30 детишек, работает постоянно один основной воспитатель. Дети не успевают привыкнуть к одному воспитателю, как приходит другой. Наши местные власти, проводя оптимизацию, не задумывались о таких факторах, как больничные или отпуска для воспитателей. При этом сам воспитатель испытывает колоссальную нагрузку, работая один с таким количеством детей с утра и до самого вечера. По мнению людей, проблема вышла на региональный уровень, и решать ее они собираются, объединив силы. Казалось бы, ничего противозаконного оренбуржцы не предпринимают. Однако они не перестают сталкиваться с требованиями остановить действия и даже угрозами. У меня два брата под опекой, двое детей своих. Когда узнали, что я буду присутствовать на митинге, мне просто сказали, что желательно мне не светиться на экране. Будут проблемы у моего координатора и в целом у меня. Поэтому я открыто говорю, не трогайте моего координатора. Я не нарушаю законы, я действую по закону и в интересах себя и своих детей. Посыпалась угроза в плане того, что если я буду активничать у нас в садике, пребывание моего ребенка дословно будет под большим вопросом. Как сообщили родители, митинг – это не сама цель, а только одна из ступеней – на пути к качественному, по их мнению, образованию маленьких оренбуржцев. За этот месяц они собрали почти две тысячи подписей людей, которые также считают, что реформы управления образованием недопустимы. Теперь люди пишут резолюцию и собираются направиться с ней к губернатору области. Наталья Богданова, Максим Марарь, Олег Берендеев, городской телеканал ЮТВ.